Тогда работа на торговой площадке. У вас есть торговая площадка? Вот клумбы, клубки, я не знаю какие у вас здесь, но у нас вот свои есть. Те же самые разные объявления, где они выложат свои каталоги, они выстраивают на аукционах разную продукцию по ценах каталога. И таким образом они ищут себе клиентов со всей страны. Они их прислали потом по почтах, а потом их же и регистрируют. А онлайн каталог можно выложить? А это же каталог. Они вылаживают не просто продукцию, они вылаживают куски каталога. Они вылаживают на торговых площадках, например, вот просто страницу с каталогом. Для того, чтобы она продавалась. Знаете, онлайн каталог можно выложить, да? То же самое. Никто не вылаживает кусками продукцию. Вылаживают просто куски каталога. И говорят, что вот такие-то сейчас продукты по такой-то цене. То есть по ДЦ никто не продает. Только по ПЦ куски каталога. И тогда люди просто заказывают. То же самое, что я пошла в магазин, чужой тете дала каталог, правда? То же самое, что я выложила в интернете, и другая тетя у другого города у меня заказала просто. Все. То же самое, что не так, что она заказала, и я по ДЦ ей потом отправляю. Вот потом созваниваются с этими людьми и говорим, вы хотите скидку, вы хотите дешевле. Да, мы их регистрируем, этот же продукт отправляем им в город просто уже как консультанту. Месяц поработать. Здесь не в объявлениях. На любой другой площадке нужно набить себе рейтинги. Если кто-то знает, работает. То есть попробуйте, посмотрите. У нас лично так. Есть рейтинги, отзывы. То есть мы эти отзывы сами себе помогаем. Мы прокачиваем странички себе. Слышали? То есть мы сами себе заказываем специально. Прокачайте мне, закажите у меня. И мы сами сами себе, типа, своему консультанту пишу. Закажи мне то-то, то-то, да? И чем больше отзывов у него, тем больше того, что другие люди начинают заказывать. А в тех толпы просто срабатывает. Но для того, чтобы раскачать любую страницу, нужно минимум месяц. Просто в любой социальной сети все что-то как бы не важно. Даже не на торговых площадках. Вот даже если я просто сделаю себе страничку в социальной сети, где просто выложу каталог. Мне для того, чтобы у меня начали люди заказывать, мне минимум надо месяц. Чтобы они узнали, что я правда занимаюсь Алифлеймом. Понимаете? Потому что, может, ты просто залетно выложил этот каталог и все, и завтра пропало. Поэтому мы учим, как должна быть страница интересная, что должно писаться. Под каждым продуктом должны быть какие-то отзывы. Должны какие-то комментарии. Должны быть красивые описания этого всего. То есть это, в принципе, продажи интернета. Вот эти все. Сейчас, между прочим, у нас компания прям присылает. Они видят, что мы сильно этим развиваемся сейчас в Украине. И нам прям посты присылают готовые, которые мы должны вылаживать. То есть от компании прям шаблоны приходят. Вот вам тушь и вот такое описание под нее сделаете. Все. Поэтому никакого нарушения никто не делает. Ни в коем случае. Как вы отправляете? Почта. Новая почта у нас есть. Человек, который заказал. Конечно. Клиент или клиент? Клиент. То есть он принимает продукты, а платит для нас доставки? Да. Но перед этим ему перезванив, говорят, что он может сэкономить. И ему предлагают регистрацию. Если он хочет регистрироваться, его оформляют. И его же заказ отправляют уже ему как консультанту. Если он не хочет, он платит за доставку. Ну все знают. Вы заказываете что-либо через интернет? Продукты какие-то? Ну вы же доставку платите. Это же нормально. Правда? Так же самое у нас. У нас никто не задает вопрос через интернет. Какая это доставка? Люди привыкли, что все, что я заказываю через интернет, по-любому есть доставка. По-любому. Хочешь ты этого, не хочешь. Просто они же не знают, что этот продукт по скидке. Для них, как для нас, например, чайник в интернете, так же для них и туалетная вода в интернете. Так. Хорошо. Ну и по поводу спа-салона. Спа-салон уже действует у нас полгода. Это, я уже сказала, это мое вложение. И я его открыла буквально за две недели. Это было такое, вы знаете, принятие моего решения. Я вообще человека не люблю растягивать все на потом. Если я сегодня решила, я должна сегодня быстро, срочно сделать. Среди задумки прошло две недели, пока закупились материалы, завезли, сделали ремонты и через две недели уже красная ленточка разрезалась. Но он работает как спа-салон. Там вообще нету нигде рефлейм. Слово рефлейм нигде не существует. Все в белом цвете. Он называется новейдж. Новая эра. Мы ничего не знаем. И поэтому приглашаем мы туда просто на спа-процедуру. Проводится там три процедуры. Он работает дажды день с 10 утра до 8 вечера. У него график есть в этом салоне. Проходит три процедуры одновременно. Это могут проходить. На кушетке это спа-уход за лицом проводится. Также это за столиком проводится вот здесь вот. Это спа-уход за ручками мы проводим. Но мы проводим с обертыванием рук. Делаете такое, да? Обертывание, массаж и так далее. Ну и здесь нету на картинке еще студия. Beauty-студия, да? Вот это наша. Там проводятся визажи профессиональные. Здесь работают те люди, которые прошли курсы визажиста косметолога. Понятно? Вот здесь вот они работают. Они работают, сейчас расскажу. В первую очередь это все стерильно. Если вы видите, там стерилизаторы стоят. Это все проводится в халатах. Ни в коем случае никаких. Все это бахилы, шапочки. Все стерильно. Все девочки в специальных тапочках, в специальных халатах. Все это все. Знаете, как вот заходите в красивый, дорогой спа-салон. Вот так вот выглядит наш салон красоты. Девочки, которые там работают, в первую очередь это люди, которые пришли строить бизнес. Там нет людей. То есть цель этого салона красоты не есть заработать деньги на процедурах. Цель этого спа-салона продвинуть мой бизнес. Поэтому мы не зарабатываем на этих процедурах. Но если человек у меня новичок и он очень круто проводит процедуру, я не говорю, что как бы я туда очень много вложила денег для того, чтобы еще платить сама за аренду. Понимаете? Я за аренду платить сама точно уже не буду. В эту процедуру здесь проходят платные. Проводят они чисто символически. Это 50 гривен. На вашей, наверное, 35. Вот так вот. Чисто на аренду офиса. Понимаете? Чисто на продукцию, чисто на аренду офиса. Продукции каждый делает своей. Я не являюсь спонсором продукции, которые есть там. Каждый человек приходит со своим чемоданчиком. Провел спа-уход, чемоданчик сложила, забрала. Пришла следующая со своим чемоданчиком, да? Вот. То есть все, что свыше, я говорю, можете забирать себе. Если ты договоришься за 100, проводи за 100, ложишь 50 в кассу на аренду. Там есть журнал, у нас есть финансовый директор свой, который контролирует этот свой журнал. Причем это идут не только оплата за салон, а оплата за все 4 офиса. То есть мы платим общиком за все 4 офиса и за салон красоты. Поэтому у нас есть свой финансовый директор, который список людей, которые работают в салоне, список людей, которые сидят в офисах. И вот она вот каждый весь исходит, собирает деньги, рассказывает кому сколько надо и так далее. Зарегистрированное предприятие или это так? Это косметический кабинет. Зарегистрированный, то есть есть лицензия на работу? Ну, какое лицензия на работу? Ну, какое лицензия на работу? Ну, какое лицензия на работу? Это официальный офис, как бы, мой. Все, больше никакого лица. Я являюсь сейчасным предпринимателем. Я имею право надавать послу. Все, я послу ей надаю. Иришка, как по поводу Санкт-Пит? Никакого нас какого абсолютно нет. Мы не заморачиваемся. Ну, смотрите, вы проводите… Вот у кого есть офисы? Вы проводите с полукой? Да. Какой Санкт-Пит? Какой вообще? Это моя территория. Я тестирую продукцию. Все. Она у меня не числится, у меня нет никаких вывесок, что это салон красоты на улице, чтобы ко мне приходили пожарники. Понимаете? Это кабинет, закрытый кабинет, где я что хочу, то делаю. Может, я там живу? Вот я плачу за аренду. А? Никакого кассового аппарата. Никакого кассового аппарата. Это чисто тестирование продукции. Нету… Тестирование продукции? Да. Все. Это не есть цель заработать деньги. Понимаете? На этих процедурах никто не зарабатывает. Нету прескуранта цен. Вообще у нас есть сертификаты, свои сертификаты, где прямо написано, что это подарочный сертификат. Понимаете? Где мы просто тестируем продукцию. Если ко мне даже завтра придут, я не продаю. Я просто занимаюсь этим благотворительностью. Я показываю… Вот мой офис. У меня есть… Я как частный предприниматель, как физическое лицо. Я маю право надавать и послуги. Вот я их надаю. Я таким образом тестирую продукцию своим клиентам. Все. Вот. И за такие смешные деньги, вы же понимаете, что это вообще как бы… Если, например, есть какие-то душные клиенты мои, которых я знаю, что она вот жалеет 50 гримей, но если я ей сделаю процедуру, она закажет на 200 баллов. Конечно, я с нее не возьму. Пускай уж пожалеете 50 гримей, придет бесплатно. Понимаете? Вот. Но девочки, которые у меня работают просто… Им просто как бы… Знаете, люди, которые приходят, они не чужие люди. Это не кто-то попало приходит. В первую очередь, это наши клиенты туда приходят. И туда нельзя пойти чужому человеку с улицы. Никто чужой с улицы туда прийти просто как-то зайти не сможет и не скажет, что делайте мне спа-процедуру. Это чисто по рекомендациям, да? То есть, например, попала моя клиентка, ей понравилось. В конце мы ей расписали, чем мазали, красили анкеточку, да? А потом говорю, если вам понравилось, я вам разрешаю такую же процедуру по льготной цене подарить своим знакомым. Кому бы вы хотели? Она пишет рекомендации. Говорю, только позвоните и предупредите, что вы правда были, что вам правда понравилось, да? И мы потом по этим же рекомендациям перезваниваем, и они приходят просто как по рекомендациям, понимаете? Так же мы и анкетируем нас по процедуре. Вот. Просто почему было принято решение открывать этот салон? Как я уже сказала, цены наши подорожали. И те люди, которые могут купить себе вот эти наборы на wage, понимаете, им надо другое условие. Я просто столкнулась с таким, что раньше вот эти процедуры мы проводили у себя в офисе, где разбирается коробка, где проводится бизнес-тречь и сидит барышня в маске, понимаете? Ну как это? И мне зашло вот таких барышней, которые на машинах приезжали и говорят, это что здесь будет? Знаете, так вот, это что здесь? Мне, во-первых, неприятно, да, они не развернулись, они не ушли. Но я понимаю, какой я имидж и бренд строю в своем городе вот такими вот процедурами, да? Я хочу продвигать продукцию, которая стоит 3000. Я хочу, чтобы ее у меня купили. У меня по пробниках ее купят? Ну возможно. Большое ли такое количество людей купит меня за эти пробники? Нет. Так вот, именно поэтому я решила открывать вот этот салон, где вот эти женщины смогут под кондиционером, под музыку, где-то свечи включить, да, чтобы это было все красиво. И это не просто, знаете, как продукты, которые они просто полежали, побалдели и ушли. Все комментируется. Вот все, что делается, все комментируется. Я говорю, вы знаете, моя цель сегодня на вас не заработать, так как вы не платите, да, практически ничего за это все. Моя цель вас сегодня научить, чтобы вы завтра могли делать то есть прямо у себя дома и не ходить по салонам концерты, не тратить просто пустые деньги. И это все комментируется, все рассказывается. И потом, когда человек сидит на маске, да, у нас есть 20 минут, где мы можем все что угодно ему рассказывать и он никуда не убежит. Да? Ну уже с маской. И тогда вот, когда вот эти 20 минут, я говорю, ну а теперь говорю, вам разговаривать же нельзя, вы же лежите, говорю, маска потрескается на лице. Я буду развлекать вас я, чтобы вы уже не заснули. Ну теперь говорю, я вам сейчас расскажу, что интересное, говорю, вообще классно. И вот тогда я рассказываю про баллы, про скидку, про то, что можно заработать. Выбору нет, в квартире нельзя, она сидит и слушает, вы же не разговариваете, даже не улыбайтесь. Вас все потрескает, кожа тоже. И вот она вот эти 20 минут просто сидит и слушает меня и просто после этого, ну не ростный процент регистрации, понимаете? И после, говорю, вы знаете, она там, ну спрашивает по поводу продукции, говорю, продукцию поговорим потом. Я вам подарю анкету, где все расписано поэтапно, чем мы вас мазали, красили. И распишу после того, какие продукции с кодами у вас есть, чтобы вы могли это дома себе полистать. И долго тоже вам подарю, не переживайте. Сейчас поговорим про другое, конечно интересное. Ну и также после курсов косметолога. Вот, вот так вот проходят наши процедуры, да, и вот эти съемки также мы рекламируем. У нас салон красоты в журнале тоже, да, в популярных городах, ну в нашем городе. Ну и вот таким вот образом проходят съемки. Часто я опубликуюсь в этих журналах, как бизнес-леди, да, и представляю свою историю успеха. То есть потом я стараюсь свои координаты, везде ссылки в социальных сетях, и люди просто потом, им интересно, начинают заходить на мои странички ВКонтакте, да, и в Одноклассниках, в Фейсбуке, и просто проситься на работу. Говорят, я там видела ваш журнал, вам там требуются люди, вот. А правда, что можно заработать у вас в Алифлейм? Говорю, правда. И вот таким вот образом очень хорошо срабатывает пиар. Ну сейчас, в данный момент, первое место в нашей работе занимает развитие бренда, да, личного бренда. Сейчас люди, понимаете, как бы не должны приходить на Алифлейм. Алифлейм много. Люди должны приходить на нас лично, как на человека. И очень важно сейчас действительно развивать свой личный бренд. Потому что других структур очень много. Человек просто, ну, он пойдет завтра в Алифлейм тебе, ты ему про Алифлейм расскажешь, он пойдет зарегистрировать за подружки. Так не должно быть, правда, если бы постаралась я. Поэтому сейчас мы лучше развиваем свой бренд и оффлайн, и онлайн. Оффлайн мы развиваем вот благодаря салону, благодаря публикациям в журналах, да, а также в социальных сетях. И, господи, пожалуйста, а как вы, как ты с контактами, которые уже пришли, но они не, пока на следующий день, не готовы зарегистрироваться? Да, остальные 10%. Клиентами остаются они. Они просто оставляют жиж. Понимаете, после спа-уходов они заполняют все анкелочки. Хочат они этого или не хотят. Зачастую вот, откуда мои люди зарабатывают деньги, да, клиенты, которые приходят, да, сюда попало не приходят. Сюда приходят очень обеспеченные женщины и мужчины. И когда им говоришь, я спрашиваю, сколько с меня, мы говорим 50, он говорит, ну что, на тебе 200, попросим на тебя шоколадку, да. И таким вот образом, как бы, мои ребята в начале начинали стартовать вот так бы, ну, вот таким вот, понимаете, как бы, когда человек приходит уже обеспеченный, то он, ну, как бы, готов заплатить намного больше после процедуры. Это такой дополнительный пинок моим девочкам, потому что они могут тебе собрать косметичку. Вот таким вот образом, да. И люди, которые не захотели зарегистрироваться, они в конце заполняют анкету. В любом случае, ты пришел на льготную процедуру. Хочешь ты, не хочешь, так как я тебе сделала льготную, то ты обязан мне сботь анкету, чтобы я перед своим руководителем отчитала, что я правда тебе сделала льготную, понимаете. В анкете это только свои данные включают? Данные, все, все данные. Все данные для регистрации. Да, да, обязательно. Ну, это не заставляется, как бы, да, потому что на агрессию никто не хочет идти, чтобы потом не говорили, что они идут в салон, потому что там заставляются со своих друзей, да. И monday, что просто вам понравилось. После этого, вы знаете, если вам понравилось, я вам дарю еще один льготный сертификат на руки. Я налчуcore приходить на руки. Или на руки или сертификат на таниту – на веса. А веса сразу же у нас есть в салоне красоты. И человек сразу проходит комплекс именно вот это, да. И также оставьте рекомендации, если вам интересно – вот, у нас есть веса-танита, рассказывает, что-то такое, у нас есть руки, у нас есть визаж, у нас есть лицо. Если вам интересно, вы можете своих близких записать вот на эти процедуры поскидкой. И в основном практически все пишут. Ну, а там немного, там по 5 человек, но они нормально пишут люди, которые действительно это будет интересно. Я прошу, чтобы они перезвонили. Пожалуйста, перезвоните им обязательно. Вот прямо сейчас выйдите и скажите, что вы их записали. Чтобы когда я им буду звонить, чтобы они не шукались от меня, и чтобы они понимали, что это правда, им звонит косметолог, и чтобы правда вы здесь были у нас. А? Так же самое? Все то же самое. Любая процедура, они только у нас бесплатно вообще. Как бы, ну, написано. У нас есть дешевле, у нас еще не дошли к нам такого. У нас есть Мэри Кей, Эмвей, короче, вот эти все. У нас есть дешевле, которые предлагают, а потом делают контракты. Нет. У нас есть дешевле, как принесный контракт. У нас есть дешевле набора 20 тысяч долларов? Нет, нет у нас такого. Тысячу долларов или евро, и он теперь должно через 4 года. Нет, нет. Ты оплачиваешь каждый месяц, каждый в жизни, за то, что они сделают 5 тысяч долларов? Ну, понимаете, у нас люди, я вам говорю, что у нас просто город бюджетный, и у нас 20 тысяч никто не заплатит. Просто. Даже эта парочка, которая может заплатить, она что-то не пойдет. Потому что зачем? Она просто выкупит раз для себя, да, и будет дома заниматься этим всем-то, и все. Там они как-то странно, где заплатят этот член КТ, потому что они потом не понимают, как они это делают, и это для них манипуляция. И поэтому это такая идея, иначе это. Ну, у нас такого слова было не было. Да, у нас во всех социальных сетях есть свои чаты, да, есть группы, есть чаты. То есть группы само собой, но мы очень любим чаты. Почему? Потому что постоянно каждый смс попитывает, да, человек, он напоминает. Если это группа, он может не зайти туда, если ему неинтересно. Раз, два, он просто не зайдет, да. А чат, хочешь ты не хочешь, как бы он пик, 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 и ты по-любому тебя раздражает, и начинаешь заходить, да. Некоторые выходят, поэтому мы предупреждаем, что выключайте звук в чатах, настройках. Не выходите, обязательно расскажем, что это за чат, чтобы они понимали, куда мы их включили перед этим. И в этом чате просто есть чаты для клиентов, да, у каждого лидера есть свои чаты. То есть чат для клиентов, чат консультантов и чат лидеров, да. Для клиентов скидываются распродажки, курсы вот эти, да, каталожки. И вот они там валятся между другом, общаются, делятся секретами, советами и так далее, да. Для консультантов аналогично, там, акции, баллы, напоминание, что надо запретартовую программу, то-то-то-то-то. То есть формируются чаты по интересам, для того, чтобы не упустить просто этих людей. Но, как бы, больше даже не клиентов вот этих, да, а через онлайн. Те, которые люди, знаете, как бы говорят, да-да-да, хочу зарегистрироваться, но мы не регистрируем просто. Я вообще не регистрирую свою команду без заказа. Вообще. То есть у меня первый план, если мы работаем через интернет, это, говорю, я тебя зарегистрирую, могу долго активировать, и только с твоим заказом. Говорю, ты поймешь, что тебе компания будет давать свою страничку, свой сайт, и активировать ты его сможешь только с первого момента твоего заказа. И людей под тебя я буду регистрировать только тогда, когда ты сделаешь свой первый заказ, минимум 25-30 баллов, иначе нет. И тогда это поменьшает, знаете, вот это, вот, плохой активности. У нас нет вот таких людей, у нас практически 99% активности в команде. Потому что нет вот этих висячих людей, которые просто залетные, зарегистрированные, просто висят там. И вот для вот таких людей, которые думают и сделали заказы, мы сделаем отдельные чаты, для того, чтобы, так сказать, за добро пожаловать, чат запуска новичка, чтобы они там утворились себе, сидели, думали, созревали. А потом, если кто-то делает заказ, мы прям в этом чате прям приветствуем, да, поздравляем там такую-то, такую-то с первым заказом и переводом в лидерский чат. И потом другие, значит, зависти. Что же там такое, что же там за чат такой? Надо делать заказ, чтобы меня туда переводили. И вот мы прям раздуваем, там, аплодируем все. Понятно, что в этом чате есть свои люди, которые раздувают этот весь чат, да? И прям все аплодируют бурными аватами. Вау, какая молодец. И каждый хочет, чтобы его же похвалили, вы же понимаете, да? И тоже пытается что-то сделать, чтобы его перевели куда-то еще в лучшую интернет-группу, да? В каждом чате, ну, мы сейчас найдем, давайте, как бы, да, чтобы уже закончим офлайн и дойдем запомнить этот вопрос. Если я на него не отвечу, вы его зададите еще больше. Вопрос хотел узнать. Вот это построение, как вы говорите, одного под другого, оно себя оправдывает в плане того, что... Мы раньше так не работали, я вообще-то человек, который настоящий ромашечник, да, помните? Ну, когда всю первую линию себе регистрируешь. Меня так учили, меня с самого первого дня учили строить бизнес честно, никому не подавая своих людей. Мне вообще никто в жизни не подарил ни одного человека. Все делала сама. Но что, как бы, ну, как бы, ситуация тяжелая, люди уходят, да, уровни падают, и это морально просто людей убивает. И, просто, как бы, мы начали работать вот этими морковками, мне надо было себя поломать. Я себя просто ломала изнутри, чтобы начинать работать вот такими вот цепочками, вот этими морковками. Но мы начали, понимаете, как бы, очень правильно работать, мы перестали регистрировать, кого попало, как я сказала, да. Мы регистрируем только те, кто действительно будет работать. Если мы работаем в интернете, то мы зовем только на бизнес, только на работу. И мы не регистрируем тех людей, которые вообще, как бы, просто пришли подумать, да. То есть уже регистрируются рекрутеры. И тогда уже мы их регистрируем в морковку. И это оправдывает. Потому что это очень хорошо на Болгарию сейчас. Потому что, когда, например, несколько рекрутеров в морковке, то им надо разные звания на Болгарию. И получается, все регистрируют толпой подпоследнего, а в Болгарию идут все. Это очень выгодно. Хорошо, я спасибо. Мне все-таки непонятно с того, что имеют партнеры с работой регистрации. И вот, смотрите, все заказы, которые, все люди, которые приходят в салон, они все заказаны. Все. 100%. С пяти проведенных процедур 100% один заказ новейдж. Набор. 100%. Каждый проводит для своего человека, а не будет как-то? Нет, каждый проводит для своих. И вот если, например, мой человек провел сегодня 5 спа-процедур, у него точно делают заказ на 200 баллов. Это набор новейдж. Из пяти две регистрации. Просто это может быть не новейдж. Это может быть wellness, это может быть optimal, в конце концов. Это может быть просто продукция по декоративке. Но с пяти вот таких проведенных две-три точно регистрации. Причем закрытых. И поэтому выход очень классный. То есть это более-менее такой профессиональный выход. Потому что в офисах у нас такого выхода от вот этих процедур нет. Тем более люди другие приходят. Понимаете? Те, у кого денег нет, они не приходят. Они не заплатят 50 гривен даже. Но если они не могут заплатить даже 50 гривен, они могут купить что-то? Да нет. Не купят. Понимаете? Когда начинаю говорить, да? Значит, смотрите, пришел человек, да? Он уже зашел. Первое впечатление, да? Красиво, стерильно, халатики, ой, красиво, музыка, все отлично. Все легло, да? И первое, что начинаю делать, это знакомиться, да? Вот я сначала пиарю себя, как личность. И говорю, вот я там такая ткает, а вот опыта в работе с уходом за лицом очень много. Но давайте посчитайте только, сколько раз вы делали спа-уход, как минимум себе. Каждый день, да? Вот я, например, уже делаю года 3-4, умножить на 360 дней, да? Считайте, сколько это уже больше тысячи, и я спа-сделала только себе. Говорю, знаете, я тот человек, который делал более тысячи спа-уходов. Я мне очень большой опыт, говорю, вы понимаете? Самое важное – продать тебя. Вот я такая, я вообще очень крутая леди, которая провела тысячи таких спа-уходов. Очень понимаю в этом всем. И сегодня я вот вам буду эту процедуру делать. Говорю, все, что сегодня будем делать, мы будем делать. А я сначала скажу, что это за процедура. Говорю, вы сейчас не представляете. Говорю, у этой процедуры будет полтора часа. Я сейчас подключу приборчик к вашему лицу. Ну, анализатор кожи есть у вас? Вот мы его подключаем. Говорю, я сейчас подключаю приборчик. Смотрим состояние вашей кожи. Потом делаем вам обалденный брасаж. Брасаж – это наш, это там, скин-кром. Это модно называется сейчас брасаж. Очень умно, надо красиво назвать, вы понимаете? Говорю, сейчас я буду делать брасаж с помощью аппаратной технологии, которой почистим очень классно вашу кожу. Сделаем минеральную маску, сделаем питание вашего лица, сделаем массаж, в конце делаем очень модное контурирование лица с помощью разных банальных основ, дровок ваших. И вообще выйдете просто прославиться отсюда. Согласны? Она говорит, да. Все, уже после этого, когда я скажу, что уже с ней будет, и что это все будет, потом я вам говорю, продукты, которые я сейчас буду использовать, вы точно знаете. Я говорю, я обожаю эту продукцию, я уже пользуюсь около семи лет, поэтому я бы вам и не делала, пока на себе не проверила. Поэтому я пользуюсь сама, и вы видите, как я выгляжу, поэтому я и выбрала эту продукцию, это компания Этвай. После этого мне уже ничего не говорят. Понимаете? Когда я продала себя, рассказала, что это будет, да, а потом рассказала, если... Ну, некоторые были случаи, когда там что-то говорит. А чего сразу не сказали? Говорю, а вы что, спрашивали? Я говорю, я не думала, что для вас это так важно. Говорю, вы пришли в салон красоты. Вы зачем пришли? Говорю, вы не спрашивали, а вы спрашивали. Я не думала, что для вас это важно. Ну, и говорю, вы знаете, я вам делаю сейчас самую дорогую линейку. И очень приорю серию новейдж. Говорю, вы понимаете, что более пяти лет разработок. Говорю, я лично пользуюсь, я лично видела, как это все создается. Я лично общалась с создателями Этвай продукции. Поэтому мне сейчас не стыдно этой продукцией трогать ваше лицо. Поэтому я вам рекомендую. Я вам гарантирую качество. Вы сейчас просто посмотрите на себя. Все, лежат, молчат. Она уже легла. Все, куда она денется? Нет, нет, нет. Нет, нет. Было такое, что я одну чуть не выгнала, но вонюшла. Вот. Но здесь, понимаете, как вы уже себя подадите. И, ну, какая разница. А вы когда идете по рифмальску, вы же спрашиваете, какой шампунь вам будет? Мой был? Ну, какая разница, какой? Спрашивайте, но это вы, какая попалась одна. Да, обязательно. Перед процедурой мы обязательно задаем комплекс вопросов, где задаем вопросы, что бы вы хотели улучшить. Какой из кожи вы считаете, у вас уже есть? На что у вас аллергия? Считаете ли вы свою кожу проблемной, чувствительной? Да, какие изъяны вы бы хотели удалить со своего лица? На чем мне делать сегодня акцент? Перед этим задается комплекс вопросов, которые я считаю нужным. В поводу того, что если кожа сухая, я делаю умный вид, начинаю умничать. Задаю, сколько вы пьете воды? И где вы живете? В частном доме или в квартире? Если у вас увлажнитель воздуха. Понимаете? Вот такие вот профессиональные вопросы, показать, что вы профи, это очень важно. Смотрите, когда вы заходите к врачу. Какой врач вас вызывает доверие? Тот, который вам задал тысячу вопросов перед тем, как вам что-то приписать? Или тот, который, а, голова, давай сюда, на-на-на, иди, все, уходи. Какой? Тот, который тысячу вопросов задал, правда? То же самое здесь срабатывает. Чем больше вы зададите вопросов, чем больше вас воспринимают это мега-крутым специалистом. Особенно вот те, кто был на конференциях. Часто перед нами выступает, да, Елена Терещенко и другие, да, как бы наши, косметологи, люди, которые разрабатывают это все. Мы же у них учимся, правда? Я говорю, вы знаете, я вообще, говорю, только приехала в прошлом году, это была Валентия, говорю, с Валентией училась, говорю, лучше стилиста-визажиста вообще, говорю, Европы. Говорю, я обучение прошла, говорю, за границей, а вы мне тут рассказывать будете. Да, ну, здесь вот очень важно себя подать, как личность, и на самом деле, вы знаете, как бы, когда вот эти много вот у нас личностей, как у вас, у меня очень много знакомых, которые имеют свои салоны красоты в городе. И когда я захожу к ним и вижу у них тысячу дипломов, в первом раз говорю, откуда, а деньги появились за год, она говорит, в интернете, берешь, распечатаешь, вешаешь рамочку, все. Поэтому, это бизнес, ребята, и от этого никто не виду страховок. Хорошо, ну что, едем дальше, да? Ну, и ангетирование, да? Ангетирование мы немножечко по-другому, не так, как раньше. Раньше мы выходили, вот видите, на улицу, со столиком, с промостойками, подходили к людям, на что все сразу пугались, да? Ну, некоторая часть подходила, а некоторая вообще там, подстаньте со своими ангетированиями, ушла, ушла, ушла. Сейчас мы ангетируем по-другому, видите, да? Мы договариваемся с торговыми центрами, это делаю я, как лидер команды, да? Мы ангетируем очень красиво, один трескод, заказали себе футболки, рифлейм, всем белые, всем одинаковые, да? Черный низ, например, белый верх, это все. Вывозим студии, и мы как бы делаем тестирование, видите, баннеры висят, да? Эти баннеры заказывала я лично, сама, под свою команду. Я их покупала, заказывала, и вот мы пользуемся этими баннерами, мы их вывозим туда, куда нам надо, если мы на улице стоим, то мы вывозим на улицу, мы берем профессиональный аппарат, и всех желающих зазываем протестировать нашу косметику, продукцию, да? И получать, получить подарок. Когда, ну, какие люди ходят по торговым центрам, правда? Уже не те, которые ходят на рынок, немножко другие. И, как минимум, те же самые люди, которые там работают. Особенно это суббота, воскресенье, да, где очень много людей, какие-то дни города, акции. И вот я подхожу, как бы это все денег стоит, да, чтобы там стоять. Что делаю я? Я, чтобы не платить эти деньги, да, я подхожу к директору или, там, к менеджеру этого торгового центра, и говорю, у вас проходят какие-либо мероприятия? Вот, ну, каждые выходные, я не знаю, у вас есть-то развлекалки какие-то, да? Поют, танцуют, завлекают и так далее. Я говорю, а вам спонсоры нужны? Ну, кому не нужны спонсоры? Нужны. У вас, наверное, проходят какие-то гуляния, праздники? Вот нас часто проходят по выходным, знаете, там, мисс блондинка торгового центра, там, что-то еще, там, постоянно как-то людей завлекают они. И говорю, я согласна подарить подарки вашим участникам, ну, от компании Арифлейн, если вы дадите мне на входе место для того, чтобы я на выходных поставила, делала рекламу своему салону и своей компании. Соглашаются с удовольствием, вообще бесплатно это все разрешается. Я даю там пакетики Арифлейн, там куда-то, мне говорят, все равно, вот, идите кому-то, если вы забирайте, что хотите, то делайте, мне, говорю, место надо. Да? А там уже все равно, что они там. Говорю, нет, у вас сегодня праздник, а будет завтра праздник, забирайте, поставите, кому-то подарите. И вот мы вывозим эти студии, да, люди подходят, как бы мы тестируем продукцию, там, кубки, что-то накрасит, да, и так далее. И сразу же предлагаем прийти к нам в салон красоты. То есть, сразу же записываем человека, говорю, вы знаете, все, кто сегодня администрирует нашу продукцию, будут разъигрываться подарки этой продукции, и, возможно, вы что-то выиграете, придете к нам в офисе, берете подарок. После этого, говорю, вы накраситесь, вас сфотографирует профессиональный фотограф возле баннера, все фотографии вы можете найти в нашей группе клиентов в интернете, добавляйте сюда, и фотографии скачайте свои. Ради фотографий люди сами прям просят, скажите, как вы подписаны в контакте, там, в фейсбуке, чтобы сразу же добавиться, да. И после этого они заходят в эту же самую группу, там другая совсем информация, да, заходят на мою страничку, смотрят, что я предлагаю, и зачастую даже сами просто после этого работать. И, конечно же, каждый, кто протестировал продукцию, он заполняет анкеточку, для того, чтобы эта анкеточка разыгрывалась в акции. За два дня мы собираем больше полтысячи вот таких вот анкет, которые к нам потом приходят в офис. Ну, вот последнее, это было 600 чем-то анкет за два дня, мы стояли не целый день, потому что, да, мы менялись со своей командой, ну, и с них где-то около 100 регистраций было, и больше 200 человек пришло за два месяца к нам в салон, благодаря вот этим торговым центрам. Ну, и люди, знаете, как бы удивленно смотрят, говорят, ничего себе, это что, Арифлейн? Ничего себе, вы уже как выросли, говорит, доросли, говорит, до такого, да, что такого уже делаете. Вы что, уже на улицах не стоите? Вы уже здесь? Говорю, да, вы уже здесь. И, говорит, уже сюда добрались, да? Это читали, анекдот. Как ты, типа, как ты сюда пробрался? Ты что, типа, с КГБ? Нет, я консультант, да, Арифлейн? Нет, я агент КГБ. Нет, нет, я агент КГБ, нет Арифлейн. Ну, и вот работа онлайн. То есть, офлайн это понятно, да, это спа-уходы, это собеседование на работу, и это анкетирование. Ну, и онлайн. По поводу онлайн, то есть, я уже сказала, это два ежедневных вебинара. Один это обучающий вебинар, да, обучаем мы, как бы, у нас нету такого обучения, что мы придерживались от компании. То есть, у нас обучение свое. Мы не проводим то, что проводит компания, как бы, потому что у меня немножко другие взгляды на этот бизнес, да. У меня молодежь, я знаю, что им надо, чем они дышат. Поэтому, как мы делаем вот эти мероприятия? Мы собираемся с своими лидерами, и это идет такой мозговой штурм. Я говорю, что сейчас хромает в каждом команде? Ну, вот, говорю, у меня хромает плохо регистрация, да, у меня сопровождение, у меня люди уходят, да. И от этого, у кого что хромает, мы пишем занятия. И говорю, отлично, все, значит, я правильно понимаю, нужно вебинар, что делать для того, чтобы люди не уходили, правильно? Да, вот так мы его и называем, понимаете? Как правильно сопровождать людей? Вот такие вот вебинары, то, что надо для наших людей, то есть мы не придумываем какую-то, знаете, там, систему идеальную, повторяющую какие-то эти. Мы по факту, то, что нас волнует, то, что сейчас надо, мы это и проводим. Также онлайнников, да, мы сопровождаем, как я уже сказала, в чатах. Чаты, группы, созвоны, именно еженедельные планерки онлайн проводятся, да, планерки проводятся в скайпе, где собираются рекрутеры. То есть у нас есть, мы поделили онлайнников на несколько типов, да, это ожидающие партнеры, которые сейчас, возможно, кто-то там делает, но они не рекрутируют активно. Есть рекрутеры, те люди, которые морковка, вот этих маклани, да, они очень много номеров дают, они уже звонят сами, да, и в онлайне мы приглашаем только на бизнес, только на работу. Приглашаем мы поработать в интернет-магазине, то есть мы приглашаем, у нас просто передалось, что нас уже до такой степени заспамили в Украине, что нам пришлось выдумать свою стратегию, да, немножечко другую, и приглашаем мы не на Reflame, не подоработать. Мы пишем, опять же, люди не знают, что это Reflame, мы просто пишем своим же знакомым ВКонтакте, вот в Одноклассниках, в Фейсбуке, да, не холодному рынку. Холодный – это очень медленный рост. Мы берем своих знакомых, просто вот для того, чтобы тебя не заблочили, да, мы уже вывели свою статистику, надо 20 смс-ок утром, 20 в обед, 20 в вечер, когда тебе они будут спамить. И вот у меня есть план для моих лидеров, и говорю, что 20 смс-ок, то есть, смотри, у тебя есть там 400 друзей ВКонтакте, например, да, то есть ты буквально за неделю, благодаря 60 расстылок каждый день, ты можешь полностью обработать всю свою страничку ВКонтакте. Что они пишут? Они пишут, добрый день, товарищ, здравствуй, я открыла свой онлайн-магазин, тебе интересно поработать в интернете? Все, точка. Если человек пишет, ну, в принципе, а что это, подробно, расскажи и так далее, никто не работает переписками. Я вообще не люблю переписок вот этих. Это от всех людей просто. Мы сразу берем телефоны. Говорю, оставь свой номер телефона, я тебе перезвоню и расскажу, что это за работа. А ты можешь здесь? Ты знаешь, что это очень серьезная работа. Какой здесь? Давай телефон, говорю, буду перезванивать. Люди дают телефоны, если это новичок, он боится, он не знает, звоню я. Звонит новичок на конференц-связи, да, знаете, что такое конференц-связь, да, когда 2-3 человека на линии. Звонит новичок, я уже на связи. Он говорит, привет, не интересовалась работой. Ну да, отлично, ты сейчас можешь говорить послушать? Могу. Ну так, вот сейчас тебе мой директор, интернет-магазин, расскажет, что это за работа. Человек не успевает даже слова, кстати, да, здравствуйте, алло, это я такая-то, такая-то. То есть он даже не успел побояться, потому что я уже на линии, уже пишу, да. И я уже рассказываю, что, говорю, что, здравствуйте, у нас, говорю, я директор онлайн-магазина, мне сейчас нужны менеджеры, которые будут развивать мой магазин, будут заниматься продажами этого магазина, да, в первую очередь, ну, а также создавать товароборот моему магазину. Продукция всесторонняя, всем нужна в данный момент, это гель для душа, шампуни и туши, в принципе, то, что нужно для ежедневного применения. Вам интересно в таком направлении поработать? Ну да, что это? Говорю, так как здесь ставки не существуют, понимаете, что это интернет, я не могу проконтролировать, ну, вы делаете что-либо, а не делаете, поэтому вы будете получать от 6 до 24% от товароборота всего магазина. Мы вам будем помогать, пока, говорю, вы новые, пока вы будете вливаться в курс дела, я за вами закреплюсь с первого дня команду людей, которые будут вам помогать создавать товароборот. Интересно в таком направлении, еще раз спрошу? Ну да, интересно. Говорю, компания, в которой я сейчас сотрудничаю, очень популярная, вы ее точно знаете.